Мама говорит, мама, я не чувствую свои ноги, ниже поясницы, я их просто не чувствую. Они у меня есть? Я имею такое кредо и всем советую иметь с тренером такого кредо, с больными не работать. Для занятий спортом такая травма, она несовместима. То есть заниматься спортом было бы нельзя однозначно. Я сама себя не узнаю до сих пор. Я никогда не была таким целеустремленным человеком. А вот насколько я помню себя ту, я все время как-то осторожничала, боялась, а еще время есть. А сейчас я живу каждым днем. Я не задумывалась о том, какая у нее будет судьба, сложная, не сложная. Но в тот момент, когда она родилась, на небе была радуга. И мне сказали, девочка, будь счастливой. Я не придала этому значения. Я всегда в душе почему-то была за ней спокойна. Гимнастику я пошла, и мама меня отвела, только потому, что это не травмоопасный вид спорта. То есть, когда подошла тренер, и мама спросила, это у вас спортивная гимнастика? Она даже не дожидаясь ответа сказала, нет, я не поведу ребенка в такой опасный вид спорта. Она говорит, что вы, это художественная гимнастика. В художественной гимнастике травм вообще не бывает. И мама смело меня отдала, и травм действительно не было до вот 17 лет. Я пыталась, Лисан, отговорить от художественной гимнастики несколько раз. Отговаривала 8 лет уйти из спорта. Говорила, Лисан, хватит, зачем, все, у тебя в санка там, все, ну, с четырех, как бы, такая вот, походка, там, все, уходим. Я сказала, нет, мам, мне уже интересно, в 12, когда там переломные моменты и семейные были, и там, и со спиной проблемы были, не ушла. И когда я раз застала ее в слезах, два застала ее в слезах, когда она разглядывала фотографии, и просто смотрела на девочек, которые идут по улице, несут обручи, мечи, я видела просто как такой немой укор в мой адрес. И я решила, что я не имею права вмешивать свою судьбу. В любом деле решение – лишь начало. Когда человек на что-нибудь решается, сделав выбор, он словно ныряет в стремительный поток, который несет его туда, где он и не думал оказаться. Я ее заметила еще, когда она была совсем малышкой, и она всегда была лучшей. А когда кто-то делал лучше нее, ей приходилось много-много раз все повторять, чтобы достичь совершенства. И это сказалось на ее тогда еще не очень подготовленных ногах. Ну вот видишь, неправильно, ну неправильно. Вот и отбила, вот и отбила, сразу подхватывая мяч под мышку. Никаких глазочек не нужно. Вот сделала перископ, с глазами, с красивыми посмотрела в конце перископ. Но в равновесии нужно способами художественной гимнастики делать выразительную. Поставь ее сначала. Мне очень хочется много сказать хорошего, Александр. Сейчас да. Но в то время, когда она получала эти травмы, она слишком много тренировалась. И это тоже плохо. Я всегда говорила, ты слишком много работаешь. Слишком много. То, что можно было сделать за 5 раз, она сделала за 15 раз. Вот эти большие нагрузки на ноги дали такой вариант травм. Многие люди, вот злые языки, говорили, что Утяшева просто не справляется с этим ритмом. И как бы это глупая отговорка, что у нее болит нога. Понимаете, я шла на каждый прыжок, мне было очень больно. В Москве наш врач делал только рентген. Мне, а на рентгене не было видно, что это такое там. Просто говорили, кости целы, все нормально. Ну, наверное, связки там, что-то такое. И у меня одна мечта была, чтобы мне поверили, что у меня болит нога. Потому что у меня она болела очень сильно. Я верила сразу. Я знала, что на самом деле у нее с ногой. Но как бы никто этого не подтверждал. И до последнего момента, вот до того, как сделали были снимки в Германии, никто этого не знал. Лиса тренировалась через боль. Через боль она вот так свою волю сконцентрировала. Ну, такой вот спортивный характер. Потому что детские тренеры, они не боятся перетренировать ребенка. Ребенка нельзя перетренировать. Он если устал, ну все, он встал, его уже ничем не заставишь. А уже взрослого спортсмена, сложившегося, он может себя довести до полного истощения. Тут кто-то, какие-то катастрофы. Ведь мне ноги ломаются, а голова ломает ноги. И травма – это всегда результат неправильной тренировки. После того, как я снялась соревнований с Кубкой мира в Москве из-за своей ноги, одной, тогда болела одна, правая, и не выступала в отдельных видах, у меня была пауза три месяца. И я не знаю, как-то, может быть, у меня немножко боль, как бы, ну, по-первых, нагрузка снизилась, все. Я не знала, куда боль исчезла, правда. Я тренировалась, не болела нога. Юношеские игры выиграла, там чемпионат России, я заняла второе место. То есть все так пошло, как по накату. Я думала, ну, все, слава богу, травма меня оставила. И тут мы едем на показательное наступление в Самару. Там бетонный пол и ковер вот так лежит. У меня был такой прыжок кольца двумя, так на колени, сразу через стопы приземления. И так как у меня болела правая нога, я больше все время приземлялась налево, по маяшу. И вот там я сама прыгнула, вот так же, налево. И я в этот момент не могла предположить, что я сломала вторую ногу. Конечно, был шок. Честно скажу, шок. Потому что как можно было вот с такой травмой, вот с переломом костей еще прыгать. Ну, ладно, можно ходить. Можно ходить простой человек. Но не прыгать, не крутиться и не подниматься на полу пальца. Мне обкололи всю ногу. Сказали, что, ну, возможно, я буду делать скакалку. Но я сам увидела, как я хромала. К сожалению, вот у нас есть врачи, которые сделали укол в сустав. Потому что они решили, что надо ей выступать на чемпионате Европы. Я понимала подспудно, что обезболивающий укол снижает настоящую картину. Ему можно поломать или порвать все, что угодно сделать. Я сняла ее соревнования. Я имею такое кредо и всем советую иметь эксперимент. Такое кредо. С больными не работать. Рин Александр лично меня отвезла в штутгуртскую клинику. У нас как раз там был Кубок мира. И просидела со мной пять часов в больнице. Ни один тренер этого не делал. Вот. И ждала результат. И томография показала перелом двух ног. Водевидная кость левая 33 миллиметра, правая 18. После чего Юрина сама просто развела руками. Она была в шоке. Для занятий спортом такая травма, она несовместима. То есть заниматься спортом было бы нельзя однозначно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова